Сегодня Брестская областная организация представлена двумя городскими, 15 районами и одной объединенной организациями. В первом регионе насчитывается более 1300 первичных организаций, объединяющих более 140 тысяч членов общества. Активных волонтеров, постоянно работающих по области, более 2000 человек. Какой основной, наверное, посыл? Посыл в том, что все мы, наше общество столкнулось с вызовами, которых не было раньше. И реально нам надо было выстраивать то отношение, чтобы в первую очередь помогать людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, люди нуждающиеся. Поэтому, конечно, большое внимание уделялось той работе, которая связана с прибытием на нашу территорию беженцев с Украины. И реально работает система, созданная при помощи органов власти и тех наших партнеров, о которых я вам говорил, для того, чтобы эта система работала хорошо. И сегодняшние итоги покажут, на какой уровне мы смогли организовать эту помощь, какие международные структуры мы привлекли, какие создали сервисы дополнительно, чтобы оказывать как этой категории граждан, так и граждан Республики Беларусь, которые попадают в сложную жизненную ситуацию. Работает служба допомога, работает такой сервис, как Надежда, помощь няне, помощь маме, место мамы. Ну, социальные столовые у нас работают в Ляковичах, у нас работает сервис по выдаче бушной одежды. Деятельность Брестской областной организации Белорусского Красного Креста разнообразна, но всегда направлена на помощь ближнему. Это и компания по обучению сотрудников предприятий правилам оказания первой помощи, очистка от снега дворовых территорий одиноких и одинокого проживающих пожилых берестейцев, и профилактическая работа, и благотворительные сборы пожертвований. Мы двигаемся дальше, особенно по ЮНСФ, потому что мы вот те встречи, которые организовали, и есть те наработки по тем суммам, которые и переходящие суммы, и так далее, пробуют выходить на то плановое задание, которое нам доводится. Поэтому так и действуем. Я думаю, что с республикой вы согласуете, что у нас были легкие небольшие там такие, да, да. Ну, вместе с тем огромное спасибо тоже за поддержку. В минувшем году волонтеры первого региона приняли активное участие в благотворительных кампаниях. Ваша допомога. Соберем детей в школу, елка желаний, в месячнике Красного Креста, Всемирном Дне оказания первой помощи, Единок Дня безопасности и других. В результате акции помощь получили более 64 тысяч человек. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей. Семьи, находящиеся в социально опасном положении, дети-сироты, дети с особенностями психофизического развития, воспитанники приютов, школьники и студенты, работающие молодежь, инвалиды, одинокие пожилые люди, ветераны. Задач много. Ну и, наверное, сегодня мы не только подведем итоги, но и выстроим те отношения, которыми мы будем заниматься в 2024 году. И понятно, что в нашем государстве определен курс на улучшение качества, поэтому мы тоже считаем, что нашу работу по гуманности, по человечности надо делать еще лучше. Поэтому мы привлекаем дополнительных партнеров, поэтому мы говорим о том, что надо думать с новыми подходами, в том числе и к оказанию помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, уязвимой категории граждан. И с нашими партнерами мы сегодня это и обсудим, предложим. Опять же, вот очень такое, наверное, знаменательное подписанное соглашение, это с нашей епархией. Мы тоже выстраиваем определенную работу в этом направлении по обучению сестер милосердия, которые трудятся в церкви, и в конечном итоге те же бенефицары, которые получают помощь от нас, от социальной службы медицинской, но и от церкви. Среди целей на 2024 год две основные – не останавливаться на достигнутом и максимально оказать посильную помощь нуждающимся. Василина Бускевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста. Продолжение следует...